А Азам Гафуров в твоем весе, да? 57. Ты смотришь, когда ты ходишь в зал? Ну, я не его уровень, но я борюсь с ним, конечно. В схвате я сам с его стороны. А Луи Ладжав – это человек очень опасный. Он всегда рвется вперед, он как танк. Поэтому я до сих пор себя сам считаю командой Ладжи Вали Баенова. А сейчас расскажешь об этом, почему сейчас не там? Попасть туда в Бан Чемпион Шип. Вот первый этап. Да-да-да. Потом можно и там в других организациях, которые сейчас находят. Иншаллах будешь, иншаллах. Главное стараться. Я думаю мы... Саламу алейкум. Алейкум ассаламу мухаммад. Акас узи, саламу, ты хуба. Меша рахмад. Мухаммад. Да, слушай. Да, слушай. Мы же на русском будем разговаривать, правильно? Да, желательно на русском, потому что аудитория русскоговорящая в основном. Да. Мухаммад. Да. Мы вот сколько уже собираемся с тобой сделать интервью, и никак не получалось. Наконец-то мы встретились. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? Сейчас я со своими старшими братьями нахожусь в Чайхане, кушаю. Недавно, не тоже недавно, что днем на тренировке были, здесь со мной тренер сидит, брат, который сидит со всеми моими передвижениями, так скажем. От меня всех большой привет ребятам, тренеру обязательно. Мухаммад. Да. Ты очень давно живешь в России, или ты родился в России? Да, я здесь, в принципе, родился, можно так сказать. Я здесь и учился, и служил, и большинство моей жизни здесь прошло, в общем, в Москве. А вот именно вот место рождения где, в Таджикистане, где нахожусь? Да, да. Мы по трех сторонам скажем, что я родился у себя в стране, в Душанбе. А, ты из Душанбе? Да, я из профсоюза. Я из автолокзала и из профсоюза. Понятно. А когда ты пришел в спорт? Вот именно во сколько лет? Так, во сколько лет я приехал? Нет, именно вот начал заниматься спортом. Ага. Я очень, я в детстве, ну, у нас в Таджикистане как было, все занимались борьбой. Кто греко-римский, кто вольный. Я изначально начал греко-римской борьбой, да. Я где-то три года тренировался греко-римской борьбой. У знаменитого тренера Субхона, он преподавал в Манеже и в Зурхона, в Фрузе. И неоднократно с помощью этого человека становился, я был двукратным чемпионом Душанбе по греко-римской борьбе. И потом перешел на самбо, боевой самбо. И так, в 2013-2014 году я приехал в Москве, стал чемпионом Москвы в 2014 году. В 2016 году международным второе место занял. Это по самбо? Да, да, по боевому самбо. По боевому самбо. Потом, в 2018 году мне предложили бой с одним дзюдоистом, который был первый мой профессиональный бой. У него рекорд был 2-0. А у меня первый профессиональный бой, он был, если я не ошибаюсь, он в массе спортов от дзюдо был. И мне предложили с ним бой, короче, за короткий уровень, за два дня. Это по каким правилам? По ММА, по ММА профессиональный. А, у него в 2014 году? Отборочный тур Файт Найта был. Первый бой на отборочный тур Файт Найта. И я его прошел за 17 секунд, по-моему. Да, я его условно выиграл. И потом понравилось, так и дальше поехал. С 2018 года у меня первый бой. И после этого я думал, что буду продолжать все. Только вот так вот. А сколько на тот момент тебе было лет, когда ты первый бой провел по ММА? Мне было 22, 23. Ну, у тебя очень хорошая база. Ты, оказывается, чемпион Таджикистана по греко-римской борьбе, по боевому самбо. У тебя отличная база. Причем у тебя, вот я бои смотрел, они очень зрелищные. Ты любишь показывать шоу, да? Это вообще супер. Хорошие нокауты у тебя. Но почему вот в последнее время у тебя нет боев? В чем причина? У меня позапрошлым месяцем... Так, у меня в телефоне сейчас. Я позапрошлым месяцем выступал по боевому самбо. Я активный, я просто в профессиональных боях. Сейчас не стараюсь быть активным. У меня травма сейчас, которую я делал еще два месяца, как минимум, надо на восстановление. Но с этой травмой я вышел по боевому самбо. Вот где-то полтора месяца назад на 61 килограмм выиграл первое место. И на международном турнире я хотел выступить. И за один, за этот два. Ну, где-то две недели назад был международный турнир. У меня здесь тоже есть свои подчиненные, двое-трое племянников, которые выступают. Двое из них заняли первые, один и второй из них. А я не стал выступать, так как колено уже начало болеть. Сейчас погода такая, что от этой погоды на мою колено она влияет. Когда просто хочешь, она хрустит. Она сама по себе. Так что делаем этот колено потом, в начале два-три месяца, и я вернусь в строй. Я думаю, я готовлюсь, я усердно готовлюсь. Ага, а ты хотел там драться на хардкоре, по-моему, да, или где? В наше дело, в наше дело. В наше дело, да. Я помню, там у меня даже ролик есть где-то там на пресс-конференции. Что ты об этом скажешь? Получилось, не получилось? Меня туда пригласил один очень знаменитый боец по ПММА. Я знаю, как есть. Это Марив Пирай. Это один из самых моих любимых бойцов. Один из самых хороших людей вообще в этом ППММА. Я с ним вместе тренируюсь. Я ему сказал, я хочу как-то прорваться, чуть-чуть за один минуту, а потом уже по-профессиональному. И он мне сказал, давай, я тебя приглашу туда и приходи. Я пошел, и у меня там появился один старый знакомый, которым мы решали вопросы на улице, так скажем. Я его там встретил, я ему предложил бой, он сразу же отказался. Но он знал, что он сказал, я типа не буду с собой драться. И потом, я что-то на этого солдата, короче, который прорвался на улице, и я на него что-то там, там, как-то ударились плечом о плечо, и от этого и сообразился этот совместный, и мои там к нему претензии, высказывания. И так и дело не дошло до контракта, да? Да, но дошло до контракта, знаете, до какого? Этот человек, эти человек, они попали в машину, я их вообще не... Я думал, что мне, ну мне с каждым выйди, поделись, но он мне сказал, что подашь 50 тысяч, и типа я с собой проведу бой. Я сказал, я ему, ну, чуть-чуть пару плохих слов сказал, но я ему сказал, что я не буду никого денег дать. Мне не надо вообще давать, давайте, я бесплатно буду драться, но мне надо давать с собой, я бесплатно буду. А так, они получают подсами по 50 тысяч, 100 тысяч. Ну, а у тебя сейчас есть какие-то переговоры с кем-то там, с какой-нибудь организацией? У меня нету переговоров, у меня до сих пор есть один бой в Fight Night, и эти люди, там есть один представитель Fight Night, можно сказать, один из менеджеров, или там, он там руководитель, тоже имеет в этой компании свою должность. Его зовут Вага. И он, когда я вот у него в шоу выступал, на отборочном туре Fight Night выступал, и после этого уже мне Камил предложил, ну, один бой в Fight Night, я до сих пор этого боя не провел. После этого я провел и в Fight Night, и в GFC провел, и по боевым сам только выступал, больше не успел. Но я думаю, что эти люди, ну, они не будут, там, меня прятать или что-то еще. Они мне сказали, что в любое время, когда ты восстановишься, будешь уверенным, готов, чтобы не стать проходимым бойцом, чтобы выйти там. Будь уверен, готов, когда захочешь, в смысле, напишешь мне. У меня с этим были хорошие отношения. Но это... Когда ты сам думаешь? Как? Когда сам думаешь именно уже выйти в октагон? Да, да, да. Когда я полностью восстановлюсь, полностью приду в свою форму, я... Примерно это столько, столько продлится. Три-четыре месяца. Еще два месяца я буду лечить ногу, еще месяц я, наверное, подкачаю, и потом я могу уже... Осенью, осенью, да? Есть там один момент, я видел на YouTube, где ты обещал Камилу Гаджиеву, чтобы закончить бой с вертушкой, да? И как бы он с тобой подпишет контракт в Fight Night. Но на тот момент ты не смог сделать вертушку, но ты выиграл досрочно. И Камил Гаджиев подписал с тобой контракт после этого. Он мне не подставал, он словесный сказал, он словесный, я думаю, что это свое слово держится, он мне давал бой. Просто когда я подготовился, начался карантин. И этот бой отдыхал. Но эта история как была? Я увидел Камилу Гаджиева самого, одного, но я не поднялся подойти и сказать, типа, только второй бой у меня, я хочу показать, что мне надо, для этого требуется. И он сказал, что если выиграешь нокаутом, а я ему сказал, как мне выиграть, чтобы попасть в бой. И он сказал, что если выиграешь нокаутом вертушкой, я старался, я бы мог этого человека, честно сказать, вырубить, но я не ожидал, что у этого человека такая крепкая голова будет. Я два раза на то хорошо попал, я чувствовал этот удар, но этот чуть пошатнулся. Ну, в любом случае, он взял меня, он мне дал бой, начался карантин, просто так получилось, что начался карантин, бои все отменили. После этого мне через где-то неделю-две, ну, потом после этого сказали, что если будет, мы тебе дадим сдать. У меня был турнир, и там 10 дней на подготовку было. У меня был очень серьезный соперник, мне дали соперника, по-моему, в семи боях и двух поражениях, по-моему, в семи побед, в двух поражениях. Я думал, я сказал, что не буду за короткие уведомления выходить, 10 дней, что это на подготовление, я не буду с места рисковать. Ну, а они мне сказали, когда подготовишься, что там сделаешь, потом приходишь, ну, так и пока что, в общем, в основном. У тебя сейчас какой вес? Как? Какой вес у тебя сейчас? У меня сейчас 70 килограмм я вес, ну, 67-68, по 70. А в каком весе ты дерешься? 57. Я только буду драться в 57, ну, в 61 я выступал только по боевому самбо, потому что опустошать себя, потом в тот же день драться, я не стал так себя напрягать. А как тебе гонят, вот, если у тебя там около 70 килограмм, это получается, ты сгоняешь 13 килограмм. Как вообще это? Легко или сложно? Любая веса гонка очень трудная, если честно. Я когда выступал за команду Раджабали Байонова, ну, я до сих пор себя сам считаю командой Раджабали Байонова. Может быть... А сейчас расскажешь об этом, почему сейчас не там? Мне дали... А, у нашего одноклубника травмировался наш человек. И потом где-то, вот там было где-то 12 дней до боя. Я принял, я там весил где-то 69 килограмм, и я за 12 дней, это был бой в Пензе, да, в Пензе был бой. Я за 12 дней гонял 11 килограмм. Очень сильно. Ну, это... Я два раза в день бегал, один раз в день кушал только салат, два раза в день бегал, третий раз тренировался усердно. Ну, это очень сильно повлияло на меня, очень сильно. Я абсолютно... Сил теряется много, да? Я абсолютно ничего не смог практически сделать, но я уверен, что я лучше мог быть. Но так получилось, что... Не получилось. Это не високонка оправдания или что-то еще. Так получилось. Угу. А что сейчас с... Ты не в команде Раджабали Байонова? И почему, если так? Мне... Я не знаю, я в их команде или нет, если честно. Когда я был в их команде, я сейчас правильно сформулирую, после просто моего поражения, наверное, но мне сказали, чтобы я как в себя приду, в любой... Но мне так передали. Что когда в себя придешь, когда ты уверен будешь, что нормально будешь работать, в смысле, тренироваться, двигаться, и потом... В любое время для тебя двери открыты. Мне вот так вот сказали. Но пока... Ты правильно. Но я очень сильно Раджабали Байонова благодарен. Этот человек очень хороший человек. Чтобы вы знали. Ну, ты бы хотел... Я не знаю. Два-три раза видел, два-три раза тренировался с ним. Этот человек просто... Ну, реально очень хороший, умный. И всегда дает хорошие советы. Ты бы хотел в команде Раджабали Байонова или ты хочешь своим путем? Нет, нет, нет. Я очень сильно хочу в команду Раджабали Байонова. Эта команда номер один в Таджикистане. Если я не ошибаюсь, мы сейчас много клубов, но, по моим мнениям, Раджабали Байоновская команда – это номер один в Таджикистане. Среди бойцов, которых выступают на уровне чуть ли не мирового уровня. Да, да, да. Дело в том, что, да, если ты из команды Раджабали Байонова, а тебе сразу узнают весь Советский Союз, постсоветское пространство. Это точно, да, да. Ну, надеемся, что через месяца три-четыре ты придешь в форму, и надеемся, что ты будешь выступать именно от клуба «Ахмад Таджикистан». Конечно, конечно. Я верю, что они меня возьмут. Они просто не видели еще пока что. Я если приду в себя, я сделаю, я думаю, им понравлюсь. Я в первых двух боях показывал себя в лучшей форме, так как Раджабали Байонову понравился. Я думаю, я еще раз это сделаю. У тебя очень зрелищные бои, я это смотрел. Согласен с тобой полностью, да. А ты сейчас занимаешься раз в день или два раза в день? Нет, я сейчас тренирую сам. Я занимаюсь, ну, как занимаюсь? Я сам занимаюсь своими. У меня племянников есть. Один сосед и двое племянников. У меня родной брат тоже выступает. У него тоже есть профессиональные бои. 2-0 сейчас. Он выступает в 70 килограмм. Ага. Ну, надеемся, у него возьмем интервью. Да, да, конечно. Он тоже, он сейчас. Вот у него скоро бой будет в Файтнайте. У него было интервью в этом, в здании Файтнайте. У меня он есть. Вы можете посмотреть, если там что-то. А когда у него бой? В какое число? У него бой должен быть, вот, например, когда дрался Бекриев и Амиру в Файтнайте, когда они дрались. У моего брата должен был бой, но его соперник травмировался. Поэтому его перенесли. Наверное, через месяц, полтора, он будет опять выступать. Угу, угу. Я понял. Ну, об этом еще поговорим. Мухаммад, вот, скоро бой будет у Лоика Раджабова против Александра Мартинеса. Если ты смотрел, их не бой первый, да? Конечно, конечно. Там явно было, что Лоик Раджабов выиграл. Почему-то отдали победу Мартинесу. 13 августа у них еще раз матч-реванш будет. Что ты думаешь по этому поводу? В первом бою я, честно сказать, думаю, что когда соперник избегает и набирает очков, это не может быть в его стороне. А Лоик Раджабов этот человек очень опасен. Он всегда рвется вперед, он как танк. В этом бою, иншаллах, я думаю, что мы с братьями обсуждали, когда его бой был с Ахмедом Алиевым. Я сказал, что первый, второй раунд, если Лоик хорошо попадет, он 100% нокаутирует. И так и случилось. Иншаллах, я тоже думаю, что он выиграет. У этого Мартинеса выносливость хорошая, если честно. У него есть выносливость на 15-20 минут рассчитана. Но пару ударов хороших от Лоика, я думаю, не станет. Мне кажется, что Лоик Раджабов на тот момент соблюдал пост Рамадан. Мне кажется, что он вышел вообще никакой. И то он за счет тригдаунов победил, даже как бы он был активным и он вел бой. Но посмотрим 13 августа как будет. Да, конечно, я сильно болею за наших людей, которые выступают в Америке. Муаммад Наимовым я восхищаюсь просто. Этот человек просто реально хороший. Очень, да. Муаммад Наимов, если вы знаете такого бойца, Пиров Зоир. Знаете, сейчас он тренирует Тайм Пиров из Акбара клуба. Слышал, но если честно, я не смотрел. Вот эти люди, которые из нашей республики. Да, вот Муин Гафуров, когда мы в школе. Да, да, да. Они когда выступали у меня, всегда эти люди меня просто к этой дороге привели. Именно вот. Мотивировали тебя, да. Да, ладно. Они как они дрались, я просто, ну, всегда восхищался им. Тоже самое хотелось честно сказать бойцам. У меня еще в 2017 году я написал Камилу Гаджиеву. У меня даже скриншот в телефоне есть. Камилу Гаджиеву написал, дай мне один бой, я покажать тебя хочу. И через полтора года случилось так, что я попал к нему. Все только, если я сам захочу, иншало все будет. Да. Это сто процентов, да. А у тебя с кем отношения с бойцами из Таджикистана? Вот с кем ты дружишь? С Ахмадом. С действующими, которые выступают? Клубом Ахмадом Таджикистан у меня всегда взаимоотношения. Я всегда на связи с кем? С клубом Ахмад Таджикистан. Угу. Угу. Я больше никого не могу сказать. И Пиров Зоир. Я с его профессорами не знаком, но с Пировом Зоиром я очень хорошо знаком и очень тепло общаемся. А с Марифом Пираевым ты борешься, когда ты ходишь в зал? Ну, я не его уровень, но я борюсь с ним, конечно. Но он тяжелее тебя на много. Он тяжелее меня на 22 килограмма. Его обычный вес оставляет 88-85 килограмм. Его обычный вес. Да. Угу. У тебя какой рост, Муам? У меня рост метр шестьдесят пять. А, в пятьдесят семь это отлично, да. Это такой вес. В пятьдесят семь это отлично, да. В пятьдесят семь это отлично. В пятьдесят семь, если достаточно времени для подготовки, то я думаю, это хорошее это будет. Ну, иншаллах, знаете, что у меня сейчас мысли. Я в этом году хочу как травм сделать, уехать в Таиланд. Я сейчас по Цибири Дэм уехать в Таиланд. Я хочу сборы там провести. И потом уже на сто процентов я думаю, что буду хорошо готов. А визу уже сделал? Как? Визу сделал? А, нам же не нужна виза. Мне не нужна виза. А, да? Да. Из России виза не нужна? Нет. Вообще супер. Только, да, там уходят на лагерь, на зал. Ну, где-то 800 долларов, где-то в размере 1000 долларов уходят за месяц, или, по-моему, 20 дней подготовки. И там гостиница. И да, все за них, короче. Отлично. Вообще это как бы нормально. Ты сейчас параллельно работаешь в Москве или только занимаешься? Да, я работаю. Я работаю в Москве, да. Ну, как работаю? Я стараюсь не отдыхать много, не лежать много. Я стараюсь быть подвижным, передвижным. Где-то может брату помочь. Где-то с тренером пойду, там его подчиненных буду гонять. У меня самого начинаются в 9 тренировки, до 11, рядом с домом. И скоро там по 10-15 человек будет. Сейчас там уже 7, но они все усердно готовятся, очень хорошо готовятся. То есть ты еще работаешь, подрабатываешь как тренер? Я не подрабатываю. Я с этого никакого прибыли не имею. Я просто даю свое знание молодым. Я с этого никакого прибыли не имею. Я понял. Ну, я надеюсь, в будущем будет это твоя профессия. Потому что ты, как говорится, варишься в этой каше. Поэтому это будет твоя профессия. И ты, надеюсь, в будущем будешь идти как тренер по ММА. Да. Я вот тебя тоже так думаю. Да. Тем более то, что тебе нравится. То, что ты идешь по жизни, как бы это твое любимое дело, да? У тебя есть в планах за рубежом выступать в будущем? Да. Да, конечно. Все для этого мы и стремимся. Я особо в поп-ММА, если я захотел... Честно, я скажу вам пока. Если бы я захотел серьезно в поп-ММА вникнуть, я был на пресс-конференции топ-дога. Данил Регбис, он мой хороший друг. Я занимался в топ-доге. Всю его команду топ-договскую я знаю. Я был в наше дело. Еще я был в панч-клабе. Я мог выступить среди них. И мне вот недавно даже предложили один знакомый азербайджанец, который с нами в зале тренируется. Который с нами в зале тренируется. Он мне предложил, где сейчас Асхаб Тамаев, они, которые организацию открыли, они мне сказали, что скоро бои будут, давай выступим, мы кого-нибудь тебе зададим. Я сказал, нет, пока колено у меня так. У меня и была возможность. Но я чуть-чуть взвесил. Вот личное высказывание в сторону людей. Я это не воспринимаю хорошо. Я могу сразу же наброситься. Потому что я не позволил что-то лично сказать. Более профессионально, я думаю, буду подходить к этим вопросам. У меня цель одна только. Выступать там. А первое дело, я хотел сделать поп-ума, чтобы Мединис поднять. У нас сейчас как-то Мединис поднял. И там, может быть, дальше что-то там делать. А когда у тебя Мединис... Ага. А в какую организацию хочешь за рубежом? Если честно, я бы первый этап хотел попасть туда в Ван Чемпион Шит. Ага. Ван Чемпион Шит. Первый этап. Это первый этап. Да, да, да. Потом можно и там в других организациях, которых там... Вот Ван Чемпион Шит у меня это такой первая ступень, через которую мы можем подняться постепенно туда, то еще там, только туда. Ну да, да. А этот... Азам Гафоров в твоем весе, да? 57. Ты смотришь его бои? Конечно. Я занимаюсь очень... Я с ним спарринговал даже. Одни раз только, но я спарринговал с ним. Ага. Как тебе он сейчас? Ну, когда ты спарринговал, как? Сейчас скажу. Ну, если взять мою полную базу, которую я сколько тренировал, ну, это его... Ну, его, наверное, 40%. Честно. Ага. Ничего себе. Стойка, борьба. Этот человек очень отличный. Он очень крепкий. Я... У меня есть пару коронок, которые очень много. Кому проходило это 100% зацепка ноги. Естественно, Азаму абсолютно ничего не мог сделать. Только защищаться, если контратаковать, то он отходил сразу. Он очень шустрый. Он очень быстрый. Он вообще хлесткий. Молодец. Ну, я считаю тоже, что Азам Гафуров именно вот в посоветском пространстве в своем вести он номер один сейчас считает. Да. Ну, и так оно и было. Он же чемпионом был. Да. Он и претендентом номером один был, и чемпионом был. Ты считаешь, что он есть еще. Среди одних из лучших. Да, да, да. Я могу его сравнить с кем из бойцов другой национальности. Я бы его сравнил бы Азам Гафурова с Магомедом Булатовым. Ага, да, есть. Это очень, очень такой... Вот вы последний бой его видели? Азама с этим же, с Ингушом, который был, как его зовут, если честно. Как они хороший бой показали двое. Я вообще... Да, да, да. Последний бой Азам Гафуров против бразильца выступал. И дали победу тому. Не, не, с Ингушом, который дрался. Я видел с бразильцем, который до него дрался. Я забыл после его как звали. Я помню, да. Выиграл Азам. Он его выиграл. Вот как... Можно сказать, что Азам это очень перспективный, очень перспективный. Но на его ряду я тоже хочу быть честным. Иншаллах будешь, иншаллах. Главное стараться. Я думаю, мы с тобой будем обсуждать иногда, если что, бои. Вот если скоро будут... Скоро как раз будет Лоик Раджабов. Ну вообще, наши бойцы из клуба Ахмад. Я думаю, я с тобой выйду на связи. И мы будем обсуждать эти бои. Как будут анализировать эти бои. Да. Мухаммад, надеюсь, что ты до осени вылечишь свои травмы. Травма колена у тебя. Надеюсь, у тебя будет все в порядке. И проведешь эту... В лагерь проведешь в Таиланде. И увидим тебя в конце года уже в файнайте. Иншаллах. Конечно, я очень сильно хочу это сделать. Да. На любом итоге 100%. Это 100%. Да, да, да. Только вперед. Только Газаван. Да, конечно. Мухаммад, ребятам привет. Рад был с тобой встретиться, пообщаться еще раз. Спасибо. Надеюсь, что это не последний раз. И мы обязательно еще встретимся и пообщаемся. Спасибо. Саламу алейкум, брат.